Здравствуйте! Мы рады приветствовать вас на нашем курсе Компьютерики. И сегодня у нас урок номер один. Тема занятия «Знакомьтесь, онлайн-класс». Мы познакомимся, в какой же интересной комнате будут проходить наши занятия и как правильно вести себя и работать в этой комнате. Занятия на курсе у нас будут проходить каждое воскресенье в 11 часов по московскому времени. Итак, план сегодняшнего занятия. Первое, что мы с вами разберем – добро пожаловать в компьютерный класс. Дальше мы с вами познакомимся с поведением при работе за компьютером. Оказывается, для того, чтобы компьютер нас не подводил и всегда нам служил, надо соблюдать особые правила. С ним нельзя обращаться просто как с простой игрушкой. У него есть особый подход к нему. Следующий вопрос мы разберем с вами, что такое информатика, что это за интересная штука такая, что это за наука и что она изучает. А также вы пройдете тест на уровень знаний компьютера. Вы ответите на простые вопросы и вы сразу поймете, как вы знаете компьютер, как вы умеете им пользоваться и чему стоит вам еще подучиться. И самое интересное мы узнаем в конце нашего занятия. С сегодняшнего дня стартует конкурс. А какой вы узнаете на следующем занятии. Итак, добро пожаловать в компьютерный класс онлайн. Что это такое? Еще этот класс называют вебинарной комнатой. Вебинар – это занятие или встреча, урок, который проводится онлайн, через интернет, в реальном времени. Каждый из вас сейчас сидит у себя дома перед экраном монитора. И каждый находится в разном месте, в разном городе, в разных странах. Но нас всех объединяет компьютерная комната, комната онлайн, вебинарная комната. Ведущий находится за своим компьютером, а участники – в любой точке мира. И это здорово. Сейчас вы посмотрите коротенький ролик о том, как правильно входить и пользоваться вебинарной комнатой. А дальше мы с вами проведем небольшое тестирование. Смотрите внимательно. Перед каждым нашим занятием в воскресенье утром вы будете получать на почту приглашающее письмо от нашего детского развивающего центра «Альтошка», которое будет вас приглашать на курс компьютерики. И в этом письме вы узнаете, какая тема урока и что нового вы сегодня узнаете. А также в письме вы увидите красочную красивую кнопочку, которая будет приглашать в компьютерный класс. И под кнопочкой синенькая строчечка – это называется ссылочка. Если вы щелкните по картинке правой кнопкой мыши, вы обязательно попадете в компьютерный класс. Также можно попасть в класс, если щелкнуть по голубенькой ссылочке. Сейчас мы это с вами и сделаем. И перед нами открывается окошечко для регистрации участников нашего занятия. И вот здесь очень важно в этом окошечке внести свои настоящие имя и фамилии. Если вы еще не умеете печатать, то за вас это сделают родители. После этого правой кнопочкой мыши мы нажимаем на кнопочку «Войти». И входим в наш класс. Добро пожаловать в онлайн-класс. Итак, мы вошли в комнату, в которой будут проходить наши занятия. Посмотрите внимательно. Здесь три поля. Одно поле там, где левая у вас рука, слева. Это поле разделено на две части. Здесь в верхней части картиночка будет. Здесь будет показана фотография того человека, кто будет вести занятия. А под картинкой поле, которое называется «Чат». Коротким словом «Чат». Что же это такое? Внизу этого поля есть активное окошечко. И вот здесь мы можем писать все, что мы захотим. И все эти приветствия, ответы на вопросы будут видеть все участники нашего занятия. Вот, например, я написала слово «Приветик» и нажала на кнопочку «Отправить». И вдруг мое слово появляется в этом поле. И каждое слово, каждое наше напечатанное, ответ наш или слово «Приветствие» будет подписан. И тут ясно видно, кто нам прислал ответ. Вот для этого мы и заполняли поле регистрации полностью, имя и фамилия. Чатом очень легко пользоваться. Когда преподаватель будет задавать вопрос, вы будете писать свои ответы. Или ставить 1, 2, 3, 4, 5, что вас попросят. Или ставить плюсики. Вы обязательно найдете эти кнопочки у себя на компьютере. Или ставить минусики. Это очень весело и интересно. Отправлять сообщения еще можно с помощью кнопочки «Энтер» на компьютере. А можно с помощью мыши. А вот в середине, посмотрите, какая красивая картинка. Это наша доска. Она необычная. Мы здесь можем не только писать. Здесь мы будем смотреть мультфильмы. Здесь мы будем смотреть слайды, которые нам подготовят. И здесь мы будем видеть наши задания. Итак. И осталось последнее, третье поле. Это поле справа от нас. Это поле всех участников. Вверху под буквочкой «М» – это человек, модератор этой комнаты, который проводит занятия. А дальше с флажками, откуда каждый участник показано, из какой страны будут указаны все участники нашего занятия. И здесь тоже будет видно имя и фамилия. И вы всегда сможете найти своих друзей, тех, кто пришел заниматься вместе с нами. И в чате слева стороны можете поприветствовать всех друзей и знакомых. Вот и все на сегодня. Ну что, сейчас мы проверим, как вы запомнили правила пользования вебинарной комнатой. Маленький вопросик. Кто самый внимательный из вас? Как правильно заходить в комнату для занятий? Выбирайте вариант А или Б и пишите ответы в чат. Итак, вариант А – это слева от Дракоши. И вариант Б – это справа от Дракоши. Пишем в чат. Следующий вопрос. В каком поле можно писать свои сообщения? Ответы на вопросы и приветствия. Выбираем вариант А слева от вас и вариант Б. Спасибо. И третий вопрос. В каком поле демонстрируют слайды или видео? Два варианта ответа. Вариант А и вариант Б. Пишем ответ в чате. Спасибо. Молодцы. Вы справились со своим заданием. А сейчас мы познакомимся с правилами поведения при работе за компьютером. Это очень простые, но очень важные правила. Они вам помогут навсегда подружиться с компьютером. Смотрите внимательно. После видео мы проверим, кто как усвоил эти правила и сможет ли он их выполнять в жизни. Итак, смотрим ролик. Правило работы за компьютером. При работе на компьютере нужно соблюдать такие правила. Правило номер один. Не допускай беспорядка на своем рабочем месте. Компьютер любит порядок и чистоту. Правило номер два. За компьютером следует сидеть ровно, держать спину прямо, так как может заболеть спина. Правило номер три. Не сиди близко к экрану монитора. От этого могут заболеть глазки. Правило номер четыре. Не прикасайся к задним панелям монитора и системного блока. Не трогай провода. Это опасно. Правило номер пять. Не трогай пальчиками экран монитора. Чтобы показать что-то на мониторе, возьми указку или используй курсор мыши. Правило номер шесть. Береги компьютер от воды. Вода может испортить компьютер. Не ставь ничего на монитор. Правило номер семь. Не ешь за компьютерным столом. Крошки могут попасть на клавиатуру и испортить ее. Ешь за обеденным столом. Правило номер восемь. Пыль и грязь враги компьютера. Держи компьютер в чистоте. Протирай монитор только сухой мягкой тканью или специальными салфетками. Правило номер девять. Оставлять включенный компьютер наедине с животными опасно. Не оставляй домашних животных с компьютером без присмотра. Правило номер десять. Работай за компьютером не более двадцати минут. Никогда не засиживайся за компьютером поздно вечером. Ну что, мы с вами посмотрели все правила. Я надеюсь, вы их запомнили. А сейчас мы немножечко разомнемся. Я ставлю вам физкульт-минутку с веселыми человечками. Мы встаем возле своих компьютеров, убираем стульчики подальше, смотрим на экран и повторяем. А кто может, вместе поем веселую песенку и разминку. Повторяем все движения за веселыми человечками. На полях, где возле речки жили были человечки. Чик и Чики-брик, а у Леса на обрушке жили-были две подружки. Тра и тарара, тарара, чики-брик, раздается каждый миг. Чики-брик, тарара, раздается тупенька. Каждый день топили печку два веселых человечка. Чик и Чики-брик, и петли для них подружки, две веселые подружки. Тра и тарара, тарара, чики-брик, раздается каждый миг. Чики-брик, тарара, раздается тупенька. Ищу сказок на крылечке, вспоминали человечки. Чик и Чики-брик, для камушки на макушке сказки слушали подружки. Тра и тарара, 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 чики-брик, раздается каждый миг. Чики-брик, тарара, раздается тупенька. Кто туда пойти захочет, мы вам скажем адрес точный. И любой найдет. Надо топить по дорожке, вправо, влево и немножко. Задом наперед, тарара, тарара, чики-брик, раздается каждый миг. Чики-брик, тарара, раздается тупенька. Молодцы! Мы немножко размялись, а сейчас проверим, кто как запомнил важные правила. Поиграем. Будем выбирать правильный ответ. И ответы свои писать в чат. Итак, приготовились. Сели поудобней. Первый вопрос. Кто соблюдает правила работы за компьютером? Выбираем варианты. На картинке А правильный ответ. Или на картинке Б. И ставим правильные ответы в чат. Так, спасибо. А на этой картинке кто выполняет правила работы за компьютером? На картиночке, которая под буквой А или под буквой Б. Ваши ответы. Спасибо. Идем дальше. Следующий вопрос. Здесь кто из этих ребят правильно показывает на экране то, что он хочет? На варианте А или на варианте Б? Молодцы. Идем дальше. Посмотрите внимательно на эти картинки. Кто правильно обращается с компьютером из этих ребят? Ставим А или Б. Следующий вопрос. Ну-ка, внимательно посмотрите. Как же следует соблюдать правила работы за компьютером, чтобы не портилось здоровье? На варианте А правильный ответ. Или вариант Б. Спасибо. Вы молодцы. Справились со всеми заданиями. Значит, я надеюсь, что вы запомнили эти правила и будете их соблюдать. Для того, чтобы у нас на занятиях и на уроках был порядок, для того, чтобы мы могли с вами общаться, и все могли отвечать на вопросы, и ведущий мог правильно увидеть все ваши ответы, существует еще одно важное условие. В чате, там, где вы пишете свои ответы на вопросы во время занятия, не стоит писать лишних слов. Отвечайте только на вопросы. И когда вас попросит преподаватель. А все, что вам непонятно, свои вопросы вы сможете задать в конце занятия. И ведущий преподаватель обязательно ответит на каждый из ваших вопросов. Договорились? Чтобы подружиться с компьютером и не навредить своему здоровью, остаться здоровым, бодрым и веселым, необходимо знать простые секреты. И сейчас вы посмотрите маленький мультик, где все эти секреты вы узнаете. Смотрите внимательно. Вам все это пригодится. Чтобы не уставать при работе за компьютером, чтобы не болела спина и ноги, обязательно нужно сидеть ровно, на удобной мебели. Если устаёт шея и спина, нужно подобрать удобную мебель выпрямиться. Монитор должен находиться на одном уровне с клавиатурой. Стул должен соответствовать столу по высоте. Монитор должен находиться на уровне глаз. А клавиатура на уровне кисти. Солнечные лучи не должны попадать на монитор. Если мебель вам не подходит по росту, обязательно подставьте подставочку. Сядьте поудобнее. Ноги не должны висеть, они тоже должны упираться на подставочку. Работать за компьютером можно не больше, чем полчаса. Каждые полчаса делайте перерыв. И желательно активный отдых. Это может быть прогулка, на велосипеде или просто активный отдых. И тогда вы всегда останетесь здоровы, веселы и работоспособны. Все эти простые правила вы можете рассказать своим родным и близким. И напомнить им, как правильно общаться с компьютером. И оставаться всегда здоровым и веселым. А на следующем уроке мы обязательно повторим, какие же существуют секретики для того, чтобы остаться здоровым и сберечь свое здоровье рядом с компьютером. Как мы и обещали, еще мы узнаем сегодня, что такое информатика. И с чем же ее едят. То есть, что за наука такая и что она изучает. Внимательно посмотрите. Видео очень полезное, очень информативное. И после видео я задам вам контрольный вопрос. Что такое информатика? Мы живем в 21 веке. Веке развитой промышленности, компьютерных технологий. Когда человек уже спокойно летает в космос и работает там. Но человек живет на планете Земля очень давно. Сначала он жил в пещерах и боялся огня. Потом человек научился использовать огонь для приготовления пищи и чтобы согреться. Он приручил животных, чтобы у него было молоко, мясо, рабочая сила и охрана. Человек научился выращивать различные растения, создавать инструменты труда, добывать металлы и делать из него полезные для себя вещи. И многому другому. Все то, что человек знает, наблюдает, понимает, чувствует, воспринимает, называется одним словом. Информация. Все свои наблюдения, знания и умения, весь этот опыт человек старался передать следующему поколению. А оно добавляло к этим знаниям свои и передавало дальше. Таким образом, сегодня у человечества накопилось огромное количество информации. Самые первые люди даже не умели разговаривать. Они общались при помощи мимики, знаков и звуковых сигналов. Потом появилась речь, и информация стала возможна передавать устно. Человек научился рисовать. Уже найдено много наскальных рисунков, изображающих различные моменты жизни древних людей. Информация, которая передавалась устно, часто пропадала или искажалась. Потом человек научился писать. И появились книги, написанные от руки и очень красиво разрисованные. Такие рисунки называются миниатюрами. Такие книги создавались годами и были очень дорогими. И их было очень мало. Но благодаря им до наших времен дошла информация о древних веках. Потом появились книгопечатные станки. Книги стали гораздо дешевле, и их стало намного больше. Теперь очень многие могли себе позволить иметь книги и даже небольшие библиотеки. А информация становилась все больше и больше. И люди начали ее разбивать на различные области. Появились различные науки и различные специалисты, Каждому из которых нужна была своя область знаний, Которая, в свою очередь, расширялась и тоже делилась на более узкие области знаний. И так далее. Все эти знания нужно было хранить. И хранить так, чтобы каждый специалист мог легко и быстро найти нужную ему информацию. Появились огромные библиотеки. Но и этого стало недостаточно. С появлением компьютеров хранение информации стало гораздо легче. Теперь на маленьком CD можно сохранить целую библиотеку. А что будет дальше? Чтобы не запутаться в этом море информации, И ничего не растерять, и была основана наука информатика. Отдельной наукой информатика была признана лишь в 70-х годах. До этого она развивалась в составе математики, Электротехники и других технических наук. Так что же такое информатика? Ученые придумали различные определения. Для ответа на этот вопрос Мы пока ограничимся самым простым. Информатика – это наука о хранении и обработке информации. С сегодняшнего урока мы начинаем изучение этой интересной и увлекательной науки. Мы с тобой узнаем много нового. Будем решать различные задачи и примеры. Но главное, мы будем работать с компьютером. И не просто играть на нем, А заниматься серьезным делом – изучением информатики. Ты будешь не только слушать, что я рассказываю, И смотреть на то, что происходит на экране, Но и сам будешь отвечать на мои вопросы. Как? Очень просто. При помощи мышки и клавиатуры. Иногда ты будешь делать что-то в своей тетради. Поэтому приготовь себе тетрадь И отмечай в ней, Какому уроку ты выполняешь задание. Попроси родителей Или старшего брата или сестру Объяснить тебе, Как работать с диском. Есть несколько режимов работы. Разберись с каждым из них. На этом закончим наш первый урок. Да, совсем недавно. Мы, когда росли и были маленькими, Даже не знали, что такое компьютер. А в школе компьютер нам показывали только на картинке. А сегодня каждый из вас уже с рождения смотрит мультики, Умеет обращаться с мышкой и много чего знает. Так вот, наука-информатика – Это наука поможет вам овладеть компьютером И знать все тонкости и секретики, Чтоб вы могли пользоваться им на все 100%. Вот сейчас вы сможете пройти тест на уровень знаний компьютера. Насколько хорошо вы сейчас знаете это чудо-машину. Насколько хорошо вы с ней дружите. И тогда вы поймете, Что вам стоит еще подучить И будете гордиться собой, Если ответите правильно на вопросы. Пройдите по ссылке под этим видео. Там написано крупными буквами. Пройдите тест. И ответьте на простые вопросы. Было бы здорово, Если бы на эти вопросы вы отвечали самостоятельно, Без помощи взрослых. Тогда будет понятно, Что вы уже знаете, А чему еще стоит поучиться. Взрослые этот тест могут пройти самостоятельно. Это будет тоже очень интересно. Наше первое занятие подходит к концу. Я очень рада, что вы были с нами. Внимание! Конкурс! Всем, всем, всем! С сегодняшнего дня стартует конкурс. Творческий конкурс На создание эмблемы логотипа Альтошка детский развивающий центр. Вы все знаете, что такое эмблема. Это красивый значок, На котором изображена картинка. И когда смотришь на эту картинку, Сразу понятно, что это. Свои эмблемы есть у многих фирм, У многих компаний. И у нашего детского центра Тоже должна быть такая эмблема. Свой значок. И так каждый из вас Может принять участие в этом конкурсе. Представьте себе, На что может быть похож наш Альтошка? Что он вам напоминает? Нарисуйте, сделайте рисунок, Отсканируйте его с помощью взрослых И отправьте к нам в чат, В обсуждение, в группе ВКонтакте. В нашу группу можно вступить, Пройдя по ссылочке под этим видео. Обязательно следите за новостями. Победителя ждет приз-сюрприз. Он обязательно получит футболочку с изображением Альтошки. И его эмблема станет нашим фирменным знаком. Я очень надеюсь, Что вы подключитесь к нашему конкурсу И пришлете нам интересные рисунки. Спасибо всем вам И до новых встреч! Добро пожаловать в наш клуб! Подписывайтесь на наш канал И получайте первыми наши новые уроки! Добро пожаловать в наш канал!